Здравствуйте, это новости на канале СКАД. С вами Юлия Клёнова и в начале коротко о темах выпуска. Старые сыпятся, а это посмотрим. С помощью коммунальщикам арсенал уборочной техники пополнился еще на 28 машин. Из-за этого получалась экономия. Возможность перераспределить и более эффективно использовать денежные средства. Городские депутаты поддержали внесение изменений в бюджет городского округа Самара. Первоначально мы должны показать, что мы страна сильная. Сохранить историческую память и не утратить традиции. Что значит быть патриотом, обсуждали участники форума Иволга. Заседание Совета Приворского федерального округа прошло в Самаре. Темой обсуждения стала борьба с экстремизмом и терроризмом. Участники отмечают, что в целом острота проблемы снижена. Но еще многое надо сделать на муниципальном уровне. Перед началом заседания полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич вручил государственные награды родственникам военнослужащих, погибших во время первой чеченской кампании. После чего собравшиеся обсудили проблемы противодействия экстремизму и терроризму. Глава региона Николай Меркушкин отметил, что в нашей области сложилось исторически. Множество народов живут мирно, но время ставит новые задачи. Когда к нам едет каждый год от 230 до почти 300 тысяч человек-мигрантов, вот эта часть людей несут другие вещи, другие ценности, другие трудности, сложности. И более того, они пытаются влиять на тех людей, которые здесь уже десятилетиями, может, столетиями живут. А самое главное, что, несмотря на то, что раскрываемость и выявление преступлений экстремистского, террористического характера повысилась, это просто вопрос эффективности работы правительственных органов, но их острота и их последствия, они сегодня значительно, конечно, снижены. На уровне регионов некая система сегодня уже выстроена, то на уровне муниципальных образований там предстоит еще очень много сделать. Нужно создавать систему противодействия экстремизму на начальном уровне, в городах и районах. Именно там больше информации и возможности оперативно на нее реагировать. Максим Остриков, Эдуард Растегаев, СТВ. Город должен более эффективно использовать казенные денежные средства. В результате экономии и перераспределения ассигнований бюджет Самары на этот год и будущие два скорректирован. В текущем году более чем на 108 миллионов рублей, и на последующие годы по 29 миллионов. При этом основные параметры бюджета не изменятся. Также на 66-м заседании городской думы озвучили имена новых почетных граждан Самары. Маневры с городским бюджетом стали возможными в основном благодаря грамотной организации аукционов по объектам капстроительства и ремонта. А при перераспределении в первую очередь ориентировались на социально значимые задачи. В перечне разработка архитектурных решений туристических маршрутов Самары к Мундиалю, обеспечение деятельности добровольной народной дружины, выплата молодым семьям на строительство жилья, реализация переданных госполномочий по распоряжению земельными участками, а также проведение городских мероприятий, в том числе связанных с благоустройством. Кроме того, городские власти намерены навести порядок в сфере транспортного обслуживания и более рационально использовать выделяемые средства. Когда у нас завершится реформа структурная в администрации городской, мы часть машин, по всей видимости, будем продавать, чтобы пополнить, опять же, городскую указанную. Планируем сделать централизованную службу, которая даст необходимый контроль и экономию вот этих ресурсов бюджетных. На заседании утвердили правила формирования бюджета в девяти внутригородских районах. После детальной проработки их принятия думцы запланировали на конец августа. Я всегда говорю, что бюджет – это живой организм. Это та основа, с которой уже работать депутатом районных советов. И когда они придут, естественно, у них будет возможность для того, чтобы вносить какие-то коррективы, учитывающие реалии, которые сложатся. В рамках заседания состоялось награждение почетным знаком городской думы за плодотворное сотрудничество. А депутаты, чьи полномочия прекращены в связи с переходом на муниципальную службу, получили именные подарки. Решение о присвоении звания почетный гражданин городского округа Самара принято в отношении председателя Совета директоров Самарской кабельной компании Анвара Бульхина, заместителя генконструктора РКЦ «Прогресс» Геннадия Аншакова и архитектора Вагана Каркарьяна. Депутаты будут ходатайствовать о выдвижении на областную награду Николая Лебедева, директора Самарского лицея информационных технологий. Дина Сметанова, Владимир Терентьев, СТВ. Коммунальщики Самары получили усиление. Арсенал уборочной техники пополнился еще на 28 машин. Я напомню, что ранее муниципальное предприятие благоустройства получило партию уборочной техники и теперь в общей сложности. В его автопарке 52 единицы. Катерина Колотаевская продолжит тему. Олег Фурсов один из первых оценил качество поступившей техники. На площадке предприятия машины завели, а также проверили работу основных механизмов. Но вот насколько маневренны новые машины, Олег Фурсов решил выяснить сам. В этот раз парк пополнился автогрейдерами, высокомобильными погрузчиками, поливомоечными и снегоуборочными машинами. Пока в парке 52 единицы новой техники, но планируется до конца года увеличить до 100 машин. Мы научились чистить город от снега. У нас просто из-за недостаточного количества техники уходило на это много времени. Поэтому город чистить мы умеем, а новая техника позволит это сделать быстрее и более производительно. Вы обратили внимание, что я просил практически каждый транспорт включать, заводить. Малошумная техника, я думаю, она будет создавать минимум неудобств горожанам. И с учетом того, что она высокопроизводительная по сравнению с существующей, значит, сама процедура будет более быстрая. Водители отмечают, что вся техника очень удобная и маневренная. За счет трансформации конструкции можно убирать как широкие дороги, так и узкие тротуары. За одну смену есть возможность привести в порядок две большие улицы, такие как Советская армия и Мариса Тореза. Виктор Тришкин получил новый автогрейдер. Говорит, что к технике ему еще предстоит привыкнуть. А задача новой машины – убирать тротуары и труднодоступные места. Ощущение хорошее, конечно, лучше надуманное, чем на старом. Хочется и зарплату, чтобы хорошая была, и зима. И работ побольше. На приобретение уборочной техники было потрачено около 180 миллионов рублей. Как отметил Олег Фурсов, деньгами распорядились очень рачительно. При покупке машин удалось значительно сэкономить. Новая техника выйдет на уборку улиц Самары после прохождения осмотра и тестирования на базе муниципального предприятия. Кастерина Клантаевска, Олег Павлов, СТВ. Гуманитарный блок Госуниверситета останется неизменным. При слиянии этого вуза с аэрокосмическим постараются сохранить как традиции преподавания, так и всех сотрудников. Об этом заявил глава региона Николай Меркушкин на заседании рабочей группы, где обсуждали приказ федерального министра образования и науки. Я напомню, что в понедельник Дмитрий Ливанов подписал документ об объединении двух самарских вузов. Объединенному университету в Самаре быть. Это решено на федеральном уровне. Приказ об объединении с ГАУ и с МГУ подписан. Теперь нужны конкретные действия. Какие именно решали члены рабочей группы, представители областного правительства и руководители вузов. Глава региона отметил, что в первую очередь нельзя допустить искажения информации. Юридически государственный университет присоединяется к аэрокосмическому, а де-факто они будут равными партнерами. Только мы будем действовать в рамках тех договоренностей, которые у нас были. Только, чтобы было у нас доверие, было взаимопонимание, была взаимоподдержка и в итоге сформировалась единая команда. Я думаю, что нет людей ни в нашем университете, ни в СГАУ, которые бы не думали о том, что необходимо изменения, необходимо движение вперед. И вот мы сейчас видим эти процессы. И я вижу, что вы влечете собой наших сотрудников, наших людей. Объединятся мощные блоки, технические и гуманитарные. И губерния получит вуз с новым качеством образования. Объединенный университет должен стать центром притяжения для абитуриентов с высокими баллами, что обеспечит учебному заведению дополнительное федеральное финансирование. Устав нового университета будет принят до конца октября этого года. Юлия Кленова, Александр Передня из ТВ. Блестящий результат. Золотой медаль и общеобразовательные учреждения области в этом году закончили 1733 человека. И выпускников школ областного центра из них 631. Чтобы еще раз подчеркнуть статус, на торжественную церемонию их пригласили в Самарский театр оперы и балета. Здесь традиционно вручают награды самого высшего достоинства. Президентские и губернаторские. О золотом фонде региона расскажет Дина Сметанова. Продолжая традиции, заложенные губернатором в 2014-м, золотые медали Николай Меркушкин вручал лично каждому выпускнику, удостоенному первой в жизни государственной награды. Золотая медаль, герб Российской Федерации, бак Российской Федерации и надписи на обратной стороне «За особой, за звуки в учебе». Медалисты народ особый, считает губернатор высшего балла, добиваются и по тем предметам, которые нравятся, и по тем, которые вызывают меньше энтузиазма. Но такое старание очень пригодится в жизни, уверен Николай Меркушкин. За создание атмосферы ответственного отношения к учебе он поблагодарил педагогов и родителей. Каждый выпускник на вес золота. Власть делает все, чтобы таланты продолжили обучение в родном крае. Система образования сегодня такова. Чем не больше, с более высоким баллом придут условно, любой, мы его называть будем сегодня пусть сгару, придут в сгару, тем больше сгару будет получать государственную помощь. Интересная работа рядом. Большинство предприятий нашего края стоит на пороге коренных технологических преобразований. Следовательно, потребуются соответствующие специалисты. Почему бы нам не стать теми? Нашим талантом, умением, знанием мы найдем применение в родном городе, в Самарской области. Дина Сметанова, Филипп Корецкий, СТВ. Сейчас прервемся, и вот о чем расскажем далее в нашей программе. Ну, первоначально мы должны показать, что мы страна сильная. Сохранить историческую память и не утратить традиции. Что значит быть патриотом, обсуждали участники форума Иволга. Самарского архитектического университета, представители студенческого... Продолжаем выпуск. Один из самых сложных районов областной столицы – Самарский. Ветхая застройка, изношенные сети, большое количество памятников архитектуры, которые требуют реставрации. Сейчас проходит предварительный отбор кандидатов в районный совет депутатов, в котором предстоит эти проблемы решать. Насколько активны оказались жители в нашем следующем сюжете. На улицах Самарского района проходит предварительное голосование от партии «Единая Россия». Оно продлится три дня. Многие жители уже знают, что формируется новая система муниципальной власти с районными советами депутатов. На этой территории 13 округов. Люди верят, что при новой системе многое поменяется. Это все, наверное. Цены 2 тысячи были. Совсем было бы хорошо. Но все-таки там будут свои люди. Не только умудренные годами и жизненным опытом люди подходят к пунктам голосования, но и студенты. Изучили кандидатуру и выбирали мы депутата районного совета. Отдали предпочтение наиболее понравившимся нам кандидатам. Как-то располагают люди к себе. Прочитали, кем являются эти люди, что они из себя представляют. И вот как-то нам понравилось. Участники предварительного голосования уже знакомы населению. Многие являются членами общественных советов микрорайонов. Александр Медведев – главный врач больницы «Водников». Проблемы Самарского района ему известны. Параблемы есть в финансовой емке. Это ремонт, жилья, реставрация, леснос, переселение. Это, конечно, очень объемные вопросы. Все зависит от финансирования. Я думаю, нерешимых проблем не может быть и не должно быть. При новой системе муниципальной власти деньги и полномочия на районном уровне будут. Сейчас задача населения – принять участие в отборе тех, кому их доверят. Победители предварительного голосования будут выдвинуты от партии «Единая Россия» на выборах. Илья Егоров, Максим Остриков, Николай Епифанов, СТВ. На форуме «Иволга» организована специальная смена «Патриот». Ее участникам интересны военно-патриотические мероприятия. Каждый из приехавших – это человек с активной гражданской позицией. Экспертом на площадке смены выступил спикер Самарской думы и потомственный военный Александр Фетисов. О чем общались в нашем сюжете. На молодежном форуме спорт, развлечения и мастер-классы отлично уживаются серьезными разговорами. Здесь обсуждают будущее, свое страны всего мира. Участники смены «Патриот» дискутируют о том, как сохранить историческую память и не утратить традиций. Мы должны показать, что мы страна сильная, и мы сможем выстоять против всех санкций, которые на нас сейчас обрушились. И, конечно же, люди не должны идти на провокации тех, кто изнутри хочет сломить нашу страну. Это самое важное. У парней и девушек множество идей, которые они защищают, претендуя на получение федерального гранта. Эти финансы помогут им реализовать собственные проекты. Опыт участия в масштабных мероприятиях есть практически у всех. Беседа с молодежью убедила в этом спикера Гурдума Александра Фетисова. Есть везде интересные свои наработки, методики, практики. Для них и для самих этот обмен очень интересен. Это интересно для меня. У нас уже есть и объединяющие проекты. Тот парад памяти, который проходил у нас в ноябре 2014 года, на него приехали со всех регионов привозка федерального округа. Троим Александр Фетисов вручил медали и благодарственные письма за участие в Параде Победы. Главный вопрос, на который пытались ответить участники разговора, что значит быть патриотом. Для меня патриотизм – это ответственность перед моими родными, близкими, перед моими земляками, перед городом, перед моей страной. Ответственность за то, что происходит сегодня. Ответственность за то, какая наша страна будет дальше. Юлия Кленова, Анатолий Барамзин, СТВ. Сезон продажи бахчевых культур в Самаре стартует 15 июля и продлится до 30 сентября. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора. С этого времени продавать арбузы и дыни в городе будут не только в магазинах, но и на специально оборудованных развалах. Всего откроет около 130 точек. Несмотря на то, что бахчевые в магазинах и на рынках можно было купить и раньше, санитарные службы рекомендовали не рисковать и дождаться астраханских арбузов, которые созревают в августе. В этом году требования к местам продажи повышены. Точки реализации должны быть оформлены должным образом. Не разрешается раскладывать арбузы на земле. Для этого должны использоваться поддоны. К владельцам торговых точек также добавилось новое требование. В прошлых годах мы не требовали этого. В этом году обязательно предоставление справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам. Потому что многие предприниматели просто-напросто считают, что можно стоять, торговать, а бюджет деньги не платить. Славяне отмечают День Дружбы и Единения. В мире проживает около 300 миллионов представителей этого этноса. Считается, что именно славяне составляют основную часть населения Европы. Праздник появился в 90-х годах прошлого века, после распада Советского Союза. И уже много лет, 25 июня, проходит мероприятие, направленное на возрождение традиций наших предков. Одно из самых известных – фестиваль «Славянское единство». В прошлом году он проходил под Брянском, а в этом году состоится в Белоруссии, в Гомельской области. В Самарском Доме Дружбы Народов в эти дни проходит литературная выставка под названием «Культурные корни славянского единства». Представлены книги о славянской культуре, верованиях и фольклорах. И у меня на этом все. Далее смотрите прогноз погоды и программу «Абзац». В разрешении выпуска напомню адрес сайта георгий Лиманского, gslimansky.ru. Читайте наши новости первыми в социальных сетях в группах «СКАТ-СТВ Самара». И заходите на сайт серди-компании «СКАТ». Ну а я с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До встречи.